Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. История под ногами. В Самаре при замене бордюров обнаружили надгробную плиту герой гражданской войны Николая Щерса. Наказать. Нельзя помиловать. Городская власть применит строгие меры к управляющим компаниям, не вывозящим мусор. Новейшее вооружение в российской армии. Во время летних учений его опробует новая мотострелковая бригада в Рощинском. Ешьте конфеты на здоровье. Политехнический институт изобрел сладости для диабетиков. Мир и благополучие детям. В Самаре в день защиты детей глава города встретился с многодетными семьями. Историческое событие в Самаре. Совершенно случайно во время ремонта тротуара обнаружили плиту с именем легендарного начальника дивизии, героя гражданской войны Николая Щерса. Возможно, это фрагмент надгробия. Историки и крыведы пока не торопятся с выводами. Но то, что находка уникальная, вне всяких сомнений. Откуда может быть этот артефакт и какова его дальнейшая судьба, выясняла Олеся Корецкая. Ходили по истории ногами, рассказывают сотрудники инвестиционной компании на улице Фрунзе. Здесь во время ремонта тротуара случайно и обнаружили каменный фрагмент с именем Николая Щерса. В обед вышли посмотреть, что все нормально, чтобы ничего не попортили. Вот, увидели бордюрный камень с какими-то вензелями. Стали более внимательно читать. Оказалось, что там с кладбища получаются какие-то могильные плиты. Находку временно поместили в здание Дома офицеров. Вызвали специалистов. Фрагмент является частью надгробия с могилы Щерса, уверен коллекционер и доверенное лицо потомков красного командира Дмитрий Хмелев. Считаю, что это настоящая плита. Именно надгробная. Потому что, когда все на месте находки, там были другие еще плиты. Их там порядка 10 штук плит. Они все одинаковые. Разные фамилии, разные даты. Но картины одни и те же. Один тоже материал, оно тоже исполнение. Мы вчера, конечно, обрадовали, что мы нашли, но не удивились. Мы уже знали, что она где-то здесь. Мы ошиблись на 300 метров. Дальше версии разошлись. Краевед Олег Ракшин уверен, что находка – это часть памятника Николаю Щерсу, установленному не на могиле, а в другой части города. Настоящий памятник выглядел совершенно иначе. Над могилой я имею в виду. Судя по фотографии, это был обелиск, который венчала звезда. И на этом обелиске была надпись «Начди в 44, Николай Щерс, дата рождения, дата смерти». Пока фрагмент плиты будет находиться в окружном доме офицеров под контролем городской администрации. В ближайшее время будут проведены экспертизы, встречи со специалистами, историками, представителями Министерства обороны и потомками Николая Щерса. Если родственники изъявят желание эту плиту каким-то образом забрать, у них есть на это права, конечно, мы этому препятствовать не будем. Мы поможем в этом вопросе. Внучатый племянник легендарного красного командира прибудет в Самару в 20-х числах июня. Он и решит дальнейшую судьбу найденной плиты. Надо подумать, может быть, она заслуживает место в местном самарском краеведческом музее. Очень серьезный, очень важный артефакт. Его путешествие по истории, оно чем поминает очень простую судьбу самого героя. В истории жизни и гибели Николая Щерса еще много белых пятен. И историкам предстоит хорошо поломать голову. Ясно одно – Самарские улицы таят в себе много тайн и загадок. И впереди новые открытия. Прямо здесь, на месте, где была найдена плита с надписью Николая Щерса, под слоем тротуарной плитки, песка и земли проглядывают еще могильные плиты. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов. События. Самарская область стала одним из самых активных участников Петербургского международного экономического форума. Глава региона Николай Меркушкин уже провел ряд рабочих встреч с представителями Федерального кабинета министров и крупных компаний. С министром экономического развития России Максимом Орешкиным обсудили подготовку к 50-летию выпуска первого автомобиля ВАЗ и создания индустриальных парков. О создании на площадях Автоваза Центра корпоративных решений Сбербанка, что позволит организовать около тысячи новых рабочих мест, Николай Меркушкин говорил с Германом Грефом. А центральными темами встречи с министром культуры Владимиром Мединским стали реконструкции фабрики кухни и цирка. Федеральную программу по строительству школ губернатор обсудил с заместителем председателя правительства России Ольгой Голодец. На этот проект планируется направить дополнительные деньги из федерального бюджета. Она тоже имеет желание приехать в Самару, посмотреть, как мы эту программу реализуем по детским садикам, что у нас есть дополнительные потребности. А уже федеральный бюджет практически эту тему закрыл и не финансирует. Мы договорились, они еще раз посмотрят. Не исключается, может быть, какая-то статья в бюджете появится софинансирование расходов, связанных со строительством детских садиков в тех регионах, где увеличивалась рождаемость. Ускорить ремонт Южного моста потребовал глава города от подрядчика. Олег Фурсов приехал на место проверить, на каком этапе сейчас работы. О результатах инспекция расскажет Лариса Шлафаст. Ремонт путепровода Аврора и Южного моста идет круглосуточно. Деформационные швы с одной стороны смонтированы на 50%. К концу месяца обещают положить нижний выравнивающий слой асфальтобетона. И уже к 15 июля здесь откроют движение. Начнется ремонт второй стороны. Глава города Олег Фурсов призвал подрядчика сокращать сроки ремонта. Надо сейчас пересмотреть и более жесткие сроки поставить. С точки зрения организации работ, выставления людей, если есть резервы, значит надо людей дополнительно выставлять. Днем на объектах работают 45 человек, 15 человек в ночную смену. Замечания главы города пообещали учесть в ближайшее время и увеличить количество рабочих. Будем привлекать на момент оклеечной гидроизоляции, то есть будут у нас привлечены бригады. По мере поступления барьерного перильного ограждения тоже будут привлечены еще дополнительные люди. Это порядка еще 30 человек. Протяженность мостового комплекса – 1200 метров. Строитель дает гарантию. После модернизации объект прослужит горожанам еще несколько десятков лет. Ремонт моста назревал очень давно. Вы знаете, что он был в предварительном состоянии. И я хочу сказать спасибо отдельно правительству, области и губернатору. Вовремя выделены деньги. И подрядчики приступили своевременно к ремонтным работам, потому что некоторые моменты показывали, что критическое состояние было. Отдельных элементов моста было критическое состояние. Еще один вопрос благоустройства прилегающей территории. Олег Фурсов сделал замечание подрядчику – территорию нужно убирать своевременно. Также представители района и общественности рассказали – переход через площадку Толевого не освещается. Письмо в Гурсвет отправили, но вопрос до сих пор не решен. Мы же знали об этом ремонте с января месяца. Ну и что, неужели нельзя было все это скоординировать и организовать? Ну попросили бы подрядчиков, чтобы они помогли в ременку какую-то кинуть. Это же элементарная, так сказать, забота о людях, беспокойство о людях. Значит, вам срок три дня, разбирайтесь. Глава города поручил активнее привлекать к контролю за ходом ремонта общественность, чтобы у жителей района всегда была оперативная информация. Полностью завершить ремонт на путепроводе «Аврора» и «Южном мосту» планируют в октябре. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События. Почти в каждом районе Самары к управляющим компаниям есть претензии по уборке. Административно-техническая инспекция регулярно составляет на нарушителей протоколы. Проблемные места города увидела Валерия Макарова. Жители дома 57 на Ульяновской с трудом припоминают, когда последний раз видели дворника. Куча мусора посреди двора лежит здесь уже больше месяца. Субботник есть, субботник. Мы вот собрали эти кучи, собираем сюда вот это все. Нас ничего не выводят отсюда. А вообще дворники есть? Дворники? Я видела дворников, наверное, в прошлом году, в последний раз. Нет, дворников нет. Мы не знаем даже их. То есть, если убирать, то сами? Сами все, прям все подметаем. Сами подметаем, сами снег убираем. Руководство управляющей компании разводит руками. Территория большая, не всегда хватает техники и людей. Иногда, да, просто не успеваем, но где-то не доглядели. То есть, куда-то там машина, да, встала, не приехала. Но в основном стараемся справляться. То есть, у нас не так много таких адресов. Есть, конечно, проблема со своевременным вывозом, но мы сейчас справляемся, то есть, нанимаем дополнительные единицы техники. К таким проблемным местам и халатным управляющим компаниям внимание у городских и районных властей особое. Информация о нарушениях ежедневно поступает от ГАТИ. Практически в каждом районе к управляющим компаниям есть претензии по уборке. На нарушителей составляют административные протоколы. Основная масса управляющих компаний и дворов, конечно, содержится в хорошем состоянии. Но есть замечания, когда управляющая компания где-то не успевает. В этом направлении, конечно, уже принимаются конкретные меры. Если управляющая компания где-то не наводит порядок, то есть, есть замечания, мы проводим совещание еженедельно в администрации района по понедельникам, где они отчитываются о проделанной работе на ведении порядка. А также привлекаем все-таки административную комиссию. А это Южный проезд 114. Дворник здесь есть, но толку от него мало. Скопившийся мусор давно пора ввозить машинами. Жители возмущаются. В таких условиях они живут не первый год. Бардак как творился. Дом правления переходит из задней руки в другие, а делают ничего не делают. Позже мы узнали, что многолетнюю свалку все же убрали. Вскоре после того, как оттуда уехала наша съемочная группа. Сейчас это место выглядит так. Выходит, могут, если захотят. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События. Разговор о важном. В Самаре обсудили проекты благоустройства. Первый заместитель главы города Владимир Василенко на встрече с общественниками рассказал, как преобразится мегаполис в ближайшие месяцы и ответил на вопросы. Стартовал капитальный ремонт площади Куйбышева. Там заменят асфальт, отремонтируют туалеты и коммуникации. В скверах уложат плитку. Обновят и Струковский парк. Работу обещают закончить к 30 октября. А к 1 сентября завершат ремонт и запустят фонтан 30-летия Победы. Мы рабочую комиссию сделаем максимально публично при приемке этого же фонтана. Максимально требования губернатора и главы города. Максимально привлечь общественность при приемке работ как Струковского сада, так как площади Куйбышева, так и этого фонтана. Родилась в Самаре, и то есть помню и то, что было, и то, что сейчас. Я считаю, конечно, все преображается. Большое внимание уделяется все-таки по возможности финансирования и все. То есть город преображается. А в армии стартовали летние учения. Наш корреспондент Марина Кравцова отправилась в новую мотострелковую бригаду в Рощинском. Увидела, почему воинская служба стала популярна, какая техника на вооружении, а также убедилась, служба идет при любых условиях. И даже проливной дождь не остудил пыл военных. Торжественный митинг на плацу и старт дан. Для российских военных начался летний период обучения. 30-я бригада в Рощинском первый раз включилась в масштабный учебный процесс. Часть совсем молодая, создана всего полгода назад. Коллектив подобрался достойный. Только контрактники, многие с большим опытом службы. К тому же 90% вооружения либо только с завода, либо модернизировано. В ближайшее время поступят еще и новые автомобили. Особенность бригады в том, что она сможет выполнять практически любые задачи на незнакомой местности, в горах и лесах. 30-я мотострелковая бригада в своем роде уникальна. Она очень мобильна. Совсем недавно бригада получила новую технику. Вот такие командно-штабные машины связи и БТР-82. Легкий период обучения для бригады очень ответственный. И военнослужащим предстоит освоить навыки работы на современном вооружении. Но одна из главных задач – это сплотить личный состав и создать единую команду. Первый учебный день начинают с лекций. Военные нацелены на отличный результат. Их соседи. 15-я бригада признана одной из лучших вооруженных силах России. И 30-я оставать не намерена. Задачи одни – это совершенствовать боевое мастерство, подтвердить свои классные квалификации, те, у кого были, те, у кого не были, достичь каких-то максимально определенных высот. На эту бригаду мы возлагаем очень большие надежды, потому что командование новое, рвение у всех очень большое. Отдельное внимание спорту. И тут в ход идет личный интерес. В зависимости от уровня подготовки военные контрактники получают существенную прибавку к зарплате. Поэтому турники штурмуют и в свободное время. После ужина в 20 часов, к 21 часу, тут очень много людей просто самостоятельно бегают, занимаются ни под какими командами. Они понимают, что это дополнительное стимулирование, и они могут получать в два раза больше того, что им, допустим, определено их занимаемой должностью. Никита Ковалевский в бригаде с момента ее образования даже не ожидал, что служить придется в столь комфортных условиях. Бытовые проблемы от занятий не отвлекают. Кухня на уровне, жилье тоже. Молодые и холостые живут в казармах, которые сейчас напоминают скорее гостиничные номера. Военным с семьями предоставляют квартиры или общежития. Сейчас молодой человек намерен строить карьеру в армии. Пока цель – офицерское звание. Хочется побольше выслуги и звания выучиться. Батальонно-тактическая группа уже готова приступить к занятиям на полигонах. Но штат бригады продолжают комплектовать. Особо приветствуют водителей с правами категории С. А по новому закону пойти служить сразу по контракту могут и выпускники СУЗов, даже если они не прошли срочную службу. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События. В Кировском районе отремонтируют парк 50-летие октября. Сколько запланировано направить денег на ремонт, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Цены на нефть сегодня устремились к отметке в 51 доллар за баррель. Валюта чуть подешевела. Курс на 2 июня. Доллар 56 рублей 53 копейки, евро 63 рубля 53 копейки. Золото стоит 2303 рубля, серебро 31 рубль 55 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 56 рублей 81 копейку, дороже всего продать за 56 рублей 41 копейку. Глава Роскачества назвал лучшие продукты российского производства. Это подсолнечное масло, гречка, рис и мука. К концу этого года АвтоВАЗ планирует сократить больше 2000 сотрудников. Об этом сообщил глава автоконцерна Николя Мор. А в Самаре в Кировском районе отремонтируют парк 50-летие октября. На это запланировано направить 70 миллионов рублей. На этом все. Удачи в делах. Конфеты, которые безопасны для диабетиков, Политех доказал. Это возможно. Ноу-хау показали журналистам. Конфеты без сахара, тем не менее, салатки и вкусны. Только из натуральных ингредиентов. Полезное лакомство попробовала Мариана Мирная. Для производства самого шоколада мы используем какао-тертое, какао-крупка. И вот оно, знаменитое какао-масло. Обратите, пожалуйста, ваше внимание. Кто-то сказал, что оно не симпатично выглядит. На самом деле, понюхайте его. Оно пахнет настоящим шоколадом. Марципаны, трюфели с тыквой, абрикосом и свеклой. Факультет пищевых производств Самарского государственного технического университета снова удивляет своим изобретением. Конфеты готовятся без добавления сахара, а значит, их могут есть даже диабетики. В них нет консервантов и красителей. Каждое лакомство – трудоемкая работа. Чтобы изготовить один поднос с конфетами, понадобится почти целый день. Мы берем уже заранее приготовленный марципан, который готовится из миндальной муки и мальтозной патоки. Формуем небольшой шарик, помещаем на шпажку и опускаем в шоколадную глазурь, уже заранее оттемперированную. Глазурь должна полностью покрыть наш шарик, после чего мы конфетку должны охладить. Все ингредиенты абсолютно натуральные. Разнообразие поражает воображение. В одной такой конфете около 35 килокалорий, и можно не бояться за свою фигуру. И все же человек, съевший такой десерт, получит самое главное – гормон счастья. Какао-масло. А какао-тертый, какао-порошок – это именно источник теубрамина, о котором вы говорите. Гормоны счастья, как его называют, или элементы, которые вызывают моментальный прилив счастья. Да, у меня может быть плохое настроение, и за окном буря, но я совершенно точно съем конфету, и мне не будет казаться это буря-буря. Я подумаю о том, что я ее пережду, и все будет очень хорошо. Работа исключительно ручная. И пока один килограмм такого лакомства стоит 3000 рублей. В политехе говорят, этот эксклюзивный десерт, конечно, не для массовых продаж, но получить в подарок маленькую коробочку полезных, а главное – вкусных конфет, будет приятно каждому сладкоежке. Мариана Мирная, Григорий Плешаков. События. А теперь коротко о других событиях дня. В Самарской области разыскивают двух девушек. Два дня не уходят на связь сестры – 14-летняя Елена и 15-летняя Лиана Валайтис. Поиски ведут полицейские и волонтеры. Во вторник, 30 мая, около 15 часов, девочки вышли из дома к поселке Южный в Большеглушицком районе и до настоящего времени не вернулись. Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочек, просят позвонить по телефону, который вы видите на экране, или по телефону 02. В Самарской области вынесли приговор 23-летнему уроженцу соседней республики Рахманберди Рашидову. Он обвинялся в терроризме. Мужчина вербовал в запрещенную в России организацию ИГИЛ. В 2016 году Рашидов уговаривал граждан, исповедующих ислам, поехать в Сирию для участия в деятельности Международной террористической организации. Также в ходе переписки по телефону со знакомым он подтвердил свое намерение выехать в Сирию, но был задержан. Суд признал Рашидова виновным по статьям в склонении лица к совершению преступлений и приготовлении к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, и назначил ему 8 лет колонии строгого режима. В Самаре подростки ограбили два магазина. Сработала тревожная кнопка в одном из торговых центров советского района Самары. Сотрудники Росгвардии выехали по указанному адресу. Выяснилось, что два молодых человека открыто похитили в одном из отделов предметы одежды на 8 тысяч рублей и сбежали. Был составлен портрет злоумышленников. В это же время из другого отдела торгового центра поступило сообщение, что те же парни украли два смартфона общей стоимостью более 110 тысяч рублей. Вскоре был задержан один из подозреваемых 17-летний молодой человек, который рассказал, где находится его подельник. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В Самарской области сменился главный ветеринар. Распоряжением губернатора Николая Меркушкина теперь эту должность занимает Андрей Милехин. С 2014 года и до последнего времени Андрей Милехин работал старшим научным сотрудником Ростсельхозакадемии имени Столыпина в Ульяновске. В гости главным героем первого дня лета. В День защиты детей глава города побывал дома у семьи Ивановых. Трое ребят остались без родителей и теперь их воспитывают дедушка и бабушка. Как живет семья с непростой судьбой, расскажет Марина Матвейшина. Скучать некогда в семье Ивановых, каждая минута расписано. Пока дедушка на работе, дети с бабушкой на хозяйстве. Я иногда протираю пыль, помогаю убирать бабуле игрушки, когда Оленка раскидывает их. Она еще у нас самая главная по пицце. У нас такая есть традиция, мы по субботам пиццу делаем. И у нас пиццу делают варьи, да, она у нас главенствует. Она все делает, а мы ей помогаем, да, Олен? Три года назад мама Всеволода, Варя и Алены умерла. Полгода назад дети лишились отца. Сейчас ребята живут с бабушкой и дедушкой. Кроме школы, Варя ходит в художественную студию, Алена на танцы, а Всеволод всерьез занимается спортом, чтобы, если что, защитить своих сестер. Я Варю в школе защищаю. Один раз на нее одноклассник начал травить. Я сказала ей, пусть она скажет этому однокласснику, что я хочу с ним поговорить по этому поводу. Этот одноклассник испугался и больше к ней не подходит. В день защиты детей в семье Ивановых важные гости. Мэр Самары Олег Фурсов. Дети очень ждали главу города и с удовольствием проводят экскурсию по квартире. Варя показывает свои рисунки, а Сева демонстрирует спортивные успехи. Внимание к детям городские власти проявляют круглый год. В Самаре действуют программы поддержки многодетных семей и детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Марина Матвеевшина, Сергей Баскин, События. Футбольные крылья Совета в очередной раз поменяли главного тренера. Задача на предстоящий сезон трудная – возвратить клуб в премьер-лигу. Андрей Горгуленко расскажет подробнее. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». Андрей Тихонов возвращается в Самару. Волжские теннисистки покоряют Ролан Горос. Дарья Касаткина вышла в третий круг открытого чемпионата Франции, обыграв чешку Маркету Вандраушеву со счетом 7-6-6-4. Уроженка Тольятти активно выиграла 16 очков и совершила 16 невынужденных ошибок. За выход в четвертый круг Ролан Горос с Касаткина поспорит с румынкой Симоной Халеб. А уроженка Самары Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг открытого чемпионата Франции. Ее соперница Патрисия Мария Цик из Румынии отказалась от продолжения борьбы в начале второго сета. Первый сет Анастасия выиграла со счетом 6-1. Еще в начале встречи было видно, что Цик беспокоит травма. Несмотря на болевые ощущения, она пыталась продолжить борьбу, но в итоге признала поражение, когда во втором сете счет был 1-0 в пользу россиянки. В следующем раунде турнира Павлюченкова встретится с Вероникой Сапедероек из Парагвая. В парном разряде Анастасия праздновала успех вместе с австраликой Дарьей Гавриловой. На старте соревнований они в трех сетах одолели представительницу Индии Саню Мирзу и Ярославу Шведову из Казахстана со счетом 7-6-1-6-6-2. Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты. За выход в третий круг Павлюченкова и Гаврилова поспорят с хорваткой Марьяной Лучич-Барани и немкой Андрея Петкович. Николай Меркушкин сообщил, что новым главным тренером крылья Советов станет Андрей Тихонов, ранее занимавший пост главного тренера Красноярского Енисея. Цитата. «Мы рассматривали несколько кандидатур. Пришли к выводу, что Андрей Тихонов будет для Самары лучшим вариантом. Он готов работать не один год», – прокомментировал выбор глава региона. Губернатор добавил, что новый главный тренер хорошо знаком с самарской спецификой. Кроме того, у него уже есть необходимый опыт, чтобы вывести клуб в российскую футбольную премьер-лигу. Напомним, Андрей Тихонов выступал за крылья Советов с 2000 по 2004 годы, а в 2008 году был играющим тренером команды. Позднее он работал помощником главного тренера «Спартака» и «Краснодара», а с июня 2016 года возглавлял «Красноярский Енисей», который в прошедшем сезоне занял третье место в ФНЛ, но уступил Тульскому Арсеналу в стыковых матчах. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! На этом наш выпуск завершен. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА